Я автослесер четвёртого разряда, а дружок мой охранник в ночном клубе. Как-то говорит, если хочешь хорошие бабки срубить, поехали со мной. У нас, говорит, в элитном дамском клубе стриптизёр за ним мог. Открытый вывих левого бедра. Надо подменить. Приезжаем. Хозяйка спрашивает, вы кто? Я говорю, стриптизёр-автомеханик. Зовут Степан. Она говорит, отлично, Стёпа. Дамы уже собрались. У нас сегодня корпоративная вечеринка. В зале лучшая половина человечества. Тёщи. Нужно их довести до иступления. Я говорю, ну как же мне их до иступления доводить? Она говорит, очень просто. Сначала разденьтесь, ведите себя понаглее, а потом просто выполняйте их капризы и просьбы. Я говорю, если будут просить запчастей, не дам. И тут она выталкивает меня на сцену, как был из гаража. Фуфайки, ватных штанах и сапогах. Овация в зале продолжалась минут пять. Я присмотрелся. Самих тёщ не видно. Только глаза и сумрака горят, как у вурдалаков. Слышу, хозяйка кричит, пора раздеваться. Ну я фуфаечку снял и кручу на собой, как в флюгер. Слышу, тёщи кричат, нам кидай! Ну я и запустил её в зал. Одна поймала. Её тут же унесли. В карманах были пассатижи, болты, гайки, лом, кувалда и три домкрата. У Тамерлана доспехи вместе с лошадью легче моей фуфайки. Я продолжил. Снял сапог вместе с носком, виз и стоны кричать не надо. У меня аж пятки дюбеля забиваю. Ногтям покрышку с опыта снимаю. Когда я пытаюсь снять штаны, начал откручивать проволоку на ширинке. В зале послышались крики «Браво!» громогласно и «Ура!» А когда оказался в одних семейных трусах, тёщи аж захрюкали отчасти. Сколько дома не раздевался, ничего подобного не было. А здесь такой успех. Слышу кричать «Танец давай!» Я исполнял танец любви яблочков в присядку. Музыку никто не слышал. Колени хрустели так, будто рота солдат ела сухарики Емеля. Слышу хозяйка-сволочь орёт «Белый танец!» «Дамы приглашают кавалеров!» Но они на меня всем табуном. Чувствую, могут затоптать. Я сапогом замахнулся к врачу «Назад сам подойду!» И пошёл между столиками развратной походкой, сбивая бёдрами коктейли со столов. Слышу, кто-то сзади обнял меня мёртвой хваткой. Да, я тоже думал руками, бюстом! Сомкнулся на шее, как спасательный жилет. Еле выскользнул, спасибо солидону. Я им до этого обмаза сажу, блестеть, как все стриптизёры. И тут в мои трусы упала первая купюра. Неожиданно и щекотно. Мне понравилось. Через минуту я уже сам оттягивал резинку для подношения. Прекратил я это безобразие после того, как одна старуха полезла туда за сдачей. Хотя я точно помню, что сыпала мелочь. Слышу, хозяйка орёт, Стёпа, шест! Смотрю, действительно, шест стоит. Лёгким движением руки я сделал из семейных трусов в стринге. И полез на эту трубу, как электрик на стол. Оказалось, это был ржавый водопровод в стекловате, ждавший ремонта с прошлого века. Поэтому тут же и лопнул. В трусы ударил горячий пар. Пар был настолько горячий, что глаза на лоб вылезли даже у американского президента на 100-долларовой купюре, что лежало у меня в трусах. Короче, в больницу я попал с ожогом 14-й степени абсолютно всех конечностей. Когда очухался, я понял, что деньги свои я отработал сполна. Но мужской стриптиз с тех пор на дух не переношу. Хотя, когда приглашают, иду, превозмогая страх. Потому что настоящий мужчина должен делать всё, что хочет от него женщина. Спасибо.